Утро доброе! Сегодня у нас такой скромненький омлетик. Валера, что-то такой грустненький. Ира сломалась. Ира устала. Что-то так по-простому совсем. Где шикарные омлеты? Нету омлетов шикарных. Я так устала. Меня так мучают. Я устала. Я просто устала. Я хочу к маме. Мне надо куда-то поехать. Мне нужно срочно на отдых снова. Что, не то? Нет, не вкусно. Ну, любое вкусно. Ну, хорошо. У нас сегодня такая пасмурная погода хорошая. Не жарко. Пасмурная. Всех сырье. А, вот почему. Где я? Я полил. Теперь большие кабачьи у вас. Да? Круто. Ну, сейчас разберёмся с ними. Сегодня Ильи. С праздником вас. Купаться уже нельзя. Мама передала через папу вот такой букетик. Я его решила засушить. Хотя тут есть корешки. Но я знаю, что он однолетний. Да? Я не ошиблась. Вроде бы как однолетний. Это физалис. Я видела, что его засушивают. Ставят букеты с сухоцветом. Это я хочу кеконки поставить. Не знаю, или листья засохнут. Но вот эти красивые цветочки точно должны засохнуть. Урожай лука. Это уже наш весь урожай. Летом мы лук практически не покупали. Свой красивенький лук у нас сушится. Цветочки. Ежевику. Детки подъедают уже полным ходом. Тут ей понравилось место. У нас есть еще в другом месте ежевика. Но там не нравится место ей. А так у нас жарко опять. Опять жара вернулась. Где-то кабачки какие-то выросли. А, Кира, где кабачки выросли? А ну показывай. Вот такие. Будем делать оладушки. Ладушки, ладушки. Будем делать оладушки. Прям такие, как ты показывала, да? Огроменные. Это что, мы опять не уследили? Папа, достанешь? О, Деречка, тут их много. Вот эти еще есть. Как их? Цукини. Они такие зеленые. Их же не видно. Тут очень много. Цукини вырос. Такой небольшой. Нормально. Кир, бери. Бери, Кир. А давай покажи кабачок какой вырос. А я оладушки с них сделаю. Прям большие. Да, мой номерный. Даже видно отсюда. Свекла тоже мужику подошла. Так как так получается? А я полил, а вы не ходите. Елки-палки. Ну ничего, мы почистим сердцевинку и сделаем оладушки. А еще есть? Есть. Кир, бери. Есть еще есть. Давай, неси домой. Неси, потом еще придешь. А ты подмышку или на пол положи. Или крикни, да, Аша? Это я же полил, они опять начали. Даша, он кайбей. Ничего, сделаем. Сделаем вкусняшки. Блин, мне тоже некуда брать. Постучи, да. Дай ей просто. Бери, Даша, возьми. О, ну это хорошо. Кавачки, это хорошо. А с той стороны? Да, смотри. Надо туда нырять. Кирюшка, забирай урожай. Ну какой этот спрятался? Кто там спрятался? Вообще, он такой зеленый, темный. Цукини спрятался там. Неси, Кирюшка. А вот еще цукини, Валярчик, лежит. Иди, иди неси, ты не сможешь утащить. А я все смогу в подмышку. Иди, придешь еще в эту очередь. Вот это с собой, по-моему. О, будет много. Давайте. Мы тут это выращиваем. Отмениться большое. Отнеси, Кирюш. Цветочки тут у нас. Валера полил красоту нам. И сразу пошло все расти. Вот Валера, поливальщик. А ты видел, опять хурма осыпаться начала. Опять большие упали. Очень жалко. Да, блин, очень жалко, да. Сыпется все. Все, это все кабачки, да? А что ж такое? Положи просто там, где это все, где чайник. Ой, виноград подъедаем. А почему эти желтеют, Валерчик? Синий почему желтеет? Что-то болячка, якась? Вроде поливал. А может он уже готовый? Нет, а может перезрел? Смотри. Может перезрел? А может перезрел? Может он такие маленькие? Не-не-не, наверное, он болеет. Надо пообрывать. Да, и там желтый. Что-то мне не нравится этот цвет. Перец хороший. Перчик красивый у нас. Перец нравится. Почему не так, чтобы не пошли? Мелкие какие-то. Не, они нормальные просто, видать, поболели погоды. Смотри, с этой стороны нормально. Может погорели, запеклись в жару тогда. Опять упал, Валерка. Хурма осыпается, короче. Мы, наверное, не попробуем. Новые кидают в себя, старые скидывают. Не знаю. Может, они уже нормальные дерева. Да не, уже хорошее дерево и плоды прям большие скидывает. И каждый день приходишь и расстраиваешься, что скидывает. Что за собой-то? Жалко, конечно. Урожай собрали. Попили кофе, позавтракали и урожай собрали. Что-то мы устали от уборки. Хочется немножко отдохнуть и что-то вкусненького приготовить. Наш урожай. Сейчас я это все дело почищу. Дело от серединки, потому что какая мякоть ватная нам не подходит. Это чищу. Кожура вроде бы тоненькая. Не буду очищать. И хочу сделать оладушки кабачковые. Давно не ели. И еще вчера собиралась готовить суп гороховый. Но плита была занята. Ее мыли, чистили, драйли. Поэтому суп принесся на сегодня. Сегодня мы просто готовим и отдыхаем. Что-то мы устали от уборки. Главное, что помыли окна и постирали занавески. А поддевание уже как-то другой день выберем. Так, отжимаем кабачки. Даша мне помогла натереть. Я тут натерла чеснок, сыр и плавленый сыр. Сейчас это все дело смешаю. Добавлю яйца, муку, разрыхлитель и специи. И буду жарить оладушки. А тут параллельно готовится гороховый суп с курочкой. Такой копченой курочкой. Пока я нажарю оладушки, он будет томиться, томиться, томиться. И горох разварится еще куча. Так что возвращаюсь к тесту на оладушки. Сейчас еще лучше отожму водичку. И буду жарить. Вот такая красота получается. Уже Николька просит ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да? Сейчас будете кушать. Так, столовка у матушки готова. Так у нас супчик готовый. Кто захочет со сметаной, кто захочет с хлебушком с икрой. Хлебушек очень пахучий. И вкусные оладушки. Ну, класс вообще. Вкусные. Сыр тянется. Воздушные получаются. Я уже вам показывала рецепт. Все, я зову детей. Кто ест, всем смачного. И нам тоже. Семья, как обед? Вкусно. Вкусно? Что понравилось больше? Наконец-то гороховый суп. Ой, в такую жару. Едим, потеем. Маркуш, тебе что больше понравилось? Все. То это все смачно. Дело было вечером. Дело было нечего. Мы на тренировку. Что, что такое? На тренировку. Ходить. Сжигать калории. Хотя мы эти два дня сжигали калорию. Хорошенько сжигали калории эти два дня. На кухне. Все, мыли, бегали. Ну, короче, зарядка. Окна мыть. Со ступенек на ступеньки. Но все равно тренировку никто не отменял. Очень полезно женщинам ходить. Таким, как я. Особенно, кто много рожал. И кто рожал вообще. Так укрепляется. Тазовое до. Это очень полезно. Потому что после рода возникают всякие проблемки у некоторых. Да? С органами внутренними. Ой, что это, как свет неудачно падает. Поэтому нужно ходить обязательно. Бегать как бегать. Но ходить нужно обязательно. После сорока лет, то так точно. Они подели платье. Николь нельзя поднимать платье. Ты же не Кира. Ранняя Кира. Ира. Или ранняя Ира. Так, тут пришел мне в почте посылка. Будет лайфхак на канале BigFamily. Супер. Окна, москитные сетки. А у нас там кое-какие крошечки поизносились. Я тут решил на фирмах поинтересоваться, сколько это стоит. На. А это стоит до хрена и трошки. Купил сетки. И буду сам уйдывать. Друзья, вообще будет классный этот лайфхак. Как сэкономить дофига денег. Так. Вот это мы заехали после спорта. Детям купили еды. Хлебчик. Хлеб глютеновый. Мы тут одну мамашу посмотрели вчера. Супер мамочка там безглютеновая. Ира. Называется Ира безглютеновая. Или Ира глютен. Жесть. Чтоб я так жил. Нет. То есть не жил. Так. Это у нас завтра будет шаурма по гречески. Нет, не завтра. А, послезавтра. Ну, вы же там увидите через... Гирос. Гирос. Гирос шаурма по гречески. Да. Вот это туда йогурт. Греческий. Греческий. Не турецкий. Не турецкий 5-процентный. А греческий 10-процентный. Мы для себя самое лучшее берем. Клеп от бабушки. Чек от дедушки. Алло, алло, дедушка, алло, алло. Давай, что там еще есть? Куча молока от коровушки. Ты еще клеп нашла? Ну, это папин клеп. Папа себе черный покупает. И не ест самое. Не, я ем. Да где ты ешь, она на живот. Ну, что, это я себе складываю. Я буду сухари себе сушить. Стоит черный хлеб. Нарезай белый. Ты будешь, буду. Мой хлеб никто есть не будет. Я тоже с вами беленький поем. Это как кровяночка. А потом дедушка кровяночку покупает. Кровянку никто не ест. Но, знаешь, у него всегда есть кровянка. Потому что другие никто не едят кровяночку. Да, да, да. Есть такое. Было раньше. Было, да. Еще молоко. Да, давай. Что там еще? Соус для курочки. Это мы бедрышки купили. Как бы замаринуем. Сделаем в духовочке. Потом так чук-чук-чук. И мама сделает гирус. Гирус. Давай дальше, кто еще там. Ну, там еще что-то есть. Она смотрит и понимает, что там нет того, что она хочет. Да в том-то и дело. Еще чек. Что, это не то? Спасибо. Доставай дальше. Опять молочко. Да что ж такое? А где такое было раньше вкусное? А мы на диете все теперь. А мы сейчас на диете. Мама с папой не едят мороженое, и дети мучаются. Да. Дети едят хлеб теперь. Дети едят хлеб. Мы будем соблазняться. Никто у нас в семье не ест мороженое, чтобы папа с мамой не соблазнялись. Только шесть штук покупай, и все. Ну как это, мы с тобой два съедим, и четыре останется, как делите, третий детей. Попросим дедушку с бабушкой нам мороженое передавать. Да, они всегда для внуков передают. Сейчас упадет. Не упадет. Она хочет уйти. Ты хочешь уйти? Скажи, все, в ванне интересно. Давай, прыгай. Пока-пока. Надо на ком-то сорваться, да? Надо на ком-то сорваться. Так, я пошел купать. Давай, танцуй, малышка. Тебя не видно, давай. Тра-та-та, тра-та-та. А Николька красота. Тра-та-тушечка, тра-тушечка. Она еще поет? А как ты поешь? Столько счастья, ребенок хлеб получил. Мы с хлебушком танцуем, да? И танцуем. Тра-та-та. Тра-та-та. А Николька. Ты такой бутуз классный. Вот такая умничка. Вот такая умничка. Куколка наша любимая. Тра-та-та. Тра-та-та. А Николька красота. Тра-та-та. Тра-та-та. А Николька красота. Чудо наше любимое. Ой-ой-ой. Тра-та-тушечки, тра-та-тушечки. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-тушечки. Николька. Тра-та-тулечка наша любимая. Вот такое чудо маленькое у нас. Позитивчик. Если у кого-то нету настроения, то приходит вот такой маленький позитивчик. Ой. И радует нас всех. Похлопай. Браво, браво, молодец. Браво, браво. Спасибо тебе за танец. Что если ты устала, зайка? Ля-ля-ля. 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 Браво, браво. Все, устала. Мы без обеденного сна. Мы спим только по ночам. Устала, Ля-ля. Будет скоро отдыхать. Скажи всем пока. Скажи всем пока. Скажи Николь. Дети спрашивают. Папа, а что ты делаешь? Папа, ты готовишься к выходным? Курочку мариновую. Молодец. Кстати, папин рецепт самый вкусный. Да? Да. Ты хоть поделился где-то в виде, хоть в каком-то? Как ты делаешь вкусно курочку? Ну, самое интересное, что Валера ее маринует сколько? Сутки? Больше суток, да? Сутки. Где-то сутки маринует. Она успевает напитаться вот этими всякими соусами. Ну, покажи хоть соус, как выглядит. Секрет? Слышишь, это секрет. Такого не выдают. Короче, выдавливают всякие такие вкусненькие соусы. Ты выпила целый стакан? Да. Он без льда был? Без. Тут был полный стакан. Она взяла это, всосала. И потом такая курочка будет, как на гриле. Поэтому мне для Гирос нужно именно такая курочка, как на гриле. Вот так руками она массажит. Мужчина на кухне. Да, сделай, как надо, Куперчик, как ты умеешь. Дотя, кукла! Все. И вот это делаем. А ты сколько у перчика добавлял, да? А, тут у тебя специи еще разные есть. Может, тут же специи. Ну, да. Все. И потом в духовочку запечется. Я это все дело оборву. И вам сделаю шикарный рецепт греческий. Гирос? Гирос. Греческая шаурма. Шаурма. Только у меня тоненькая этот, лаваш тоненький. А там идет пышненький. А что ты не купила? У нас нету такого. Не было? Нет. У нас кругленький был, но тоненький. А пышненького у нас нет. А что случилось? А готовить мы не умеем пышненький. Будет на тоненьком. Так, закрываем и помогли. Да. Где? У нас будет крышечка. Папа сейчас закрывает. И в холодильник на сутки. В воскресенье будет супер рецепт. Субтитры сделал DimaTorzok